А вы в курсе, что на Кубанской ярмарке, которая свою работу завершила в Краснодаре буквально на днях, свою продукцию представили порядка 1200 фермеров края, а также товаропроизводители из разных регионов Южного федерального округа. Ну и вот еще некоторые цифры и итоги работы выставки за пять дней. В итоге было продано 650 тонн продукции, около 18 тысяч единиц предметов народных промыслов и более 3000 единиц сельскохозяйственной техники. Ну и выставку в итоге посетило свыше 100 тысяч человек. Ну о чем говорят эти цифры? В первую очередь о том, что сегодня малый бизнес в агропромышленном комплексе весьма эффективен. Ну и о том, что кубанские фермеры сегодня это полноценные участники программы импортозамещения. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и прежде чем начать разговор в студии с героем нашей сегодняшней программы, я предлагаю посмотреть сюжет с той самой кубанской выставки. Смотрим. Здесь мед льется рекой, а запах колбас сводит с ума. В пяти павильонах все достижения народного хозяйства. Свои товары представляют более 1200 фермеров юга России. Кубанскую ярмарку нередко сравнивают с известной сельскохозяйственной выставкой в Берлине «Зеленая неделя». Но основное и главное отличие – это то, что участниками ярмарки в Краснодаре становятся только предприниматели малого бизнеса. Например, такие как Артур Гадун. Мужчина уверяет, его инновационные клетки для кроликов – идеальное жилье для ушастых. Если убрать отсюда перегородочку, убрать отсюда родилочку, то эта клетка превратится в откормочную ячейку. Соответственно, она универсальна. Она используется как маточная, как откормочная. Она очень долговечная. Срок службы этой клетки – 25 лет. И, соответственно, это конкурент деревянному оборудованию, которого служба всего лишь год. Фермерские и личные подсобные хозяйства лишь на первый взгляд кажутся мелкими. На самом деле за ними скрываются большие объемы производства. На Кубани они дают почти весь картофель, больше половины овощей и трети молока с мясом. Количество сырья теперь необходимо переводить в качественную продукцию, напоминает в разговоре с фермерами губернатор. Речь о создании перерабатывающих кооперативов. Мы сегодня максимально пытаемся заперсновать через господдержку, чтобы вы все-таки чувствовали себя устойчиво. Я сейчас, имея собственный убой, собственную переработку и, соответственно, всю документацию, я имею право поставлять свою продукцию куда угодно. Вы сегодня уже можете, допустим, колиководой объединиться, пусть на стадии производства или врача коликов, а на стадии переработки уже мяса. Вам проще между собой образовать союз или кооператив? И в рамках этого кооператива договориться, в том числе и о качественной переработке, и о качественной продукции. Не упустите это. Объединяйтесь. Вы по качеству считаете каждую свою копейку, что стоят будет, а что не получу. Вот не это главное. Когда вы станете большими, вы заработаете большие деньги. Только в этом случае. В качестве посетителя кубанской ярмарки Вениамин Кондратьев прошелся по торговым павильонам. Задержался губернатор у лотка с мороженым. Аналог итальянского десерта «Джелатто» производит фермер из Ейского района. Делают лакомства только из сливок и свежего коровьего молока. Кстати, с его получением на Кубани не все гладко. Объемы производства, считает глава региона, необходимо увеличивать. Сегодня вопрос с молоком у нас на Кубани по-разному обстоит. Если говорить честно, то в основном молока не хватает для того, чтобы мы могли говорить о качественном нашем кубанском продукте. Когда мы приходим к фермеру и говорим, что мы мол, завод, и мы у вас будем забирать 100% все молоко, которое вы будете делать, он сразу начинает уже задумываться и уже начинает как бы свое поголовье увеличивать. Молокопереработчики – это уверенность в завтрашнем дне для тех, кто занимается молочным скотоводством. Абсолютно верно. Вот они должны в вас верить, а вы должны поверить в них. Потому что для тех, кто сегодня заводит крупнорогатый скот молочный, молочное скотоводство ставит приоритет. Он боится, что куда он это молоко денет. Вы знаете, вроде как день вокруг, а как в ночи все ходите и ищите друг друга. Нам просто надо помочь, чтобы нашли друг друга и молокопереработчики, и тот, кто хочет заниматься молочным скотоводством. Важно, конечно, не только получить продукцию, но и как можно быстрее продать ее. Для небольших хозяйств порой все упирается в сбыт. И здесь фермерам нужно помогать выходить в торговые сети, замечает губернатор. Вы с какими проблемами сталкиваетесь? Мы с вашей помощью их решили, в табрис вошли. Крупные сети, они требуют системной поставки. Вот вы сегодня должны максимально обеспечить эти магазины и федеральные сети, в том числе торговые, системной, качественной продукцией. Чтобы вот эта баночка с питаной каждый день стояла на опленой полке. Чтобы потребитель привык к тому, что ваша продукция в этом магазине все время есть. Каждый день, правда, вечера. Вот это уже ваша задача. То, что кубанские товары буднично и незаметно вытесняют с прилавков зарубежные продукты, говорят и сами люди, которые пришли скупиться на ярмарку. Представленный в павильонах ассортимент. Наглядный результат импортозамещения. Я ощущаю, что наше лучшее. Особенно овощи, фрукты. И желательно, чтобы этого турецкого у нас не было. Все валом. И мясное, и яблоки. Все валом. Конечно, удалось. Достаточно местного всего. Так что импорт я вообще практически не покупаю. Кубанская ярмарка будет работать еще 4 дня. Больше всего людей ожидается на выходные. Однако на выставке можно не только закупиться продуктами, но и пройти обучение аграрному бизнесу. На мастер-классах можно узнать об альтернативном животноводстве или о том, как снизить затраты на производство собственной продукции. Кубанская ярмарка. Безусловно, Кубанская ярмарка – это крупнейшая ярмарка на территории Краснодарского края. Она проходит уже седьмой раз. Это смотр достижений наших аграриев в Кубани. То, что смогли произвести и представить на полках для жителей Краснодарского края и не только. Также целью выставки является обмен опытом и изучение рынка сбыта продукции, представление своей продукции. Может быть, какие-то ноу-хау представлены на выставке. Они ежегодно представляются. Допустим, такие хозяйства, как улитки, какие-то клетки для кроликов, сельхозоборудование. Все это участники выставки. Также посетители могут увидеть, проконсультироваться и посмотреть. В рамках выставки также проведены круглые столы, пленарные заседания по развитию малых форм хозяйствования, по ведению бизнеса, по закону закупок, это 44 ФЗ, обмен опытом. С нами поделились успешные фермеры. В данном случае была представлена кролиководческая ферма, которая возымела успех, нарастила объемы, сделала свой убойный пункт на территории хозяйства и сейчас наращивает объемы. От города Сочи приняло участие 24 организации. Это такие, как садоводство, цветоводство, овощеводство, аграрный туризм, виноделие, производство сыров из козьего молока, чаеводство традиционно, а также были представлены безалкогольные напитки из города Сочи. Наши компании были интересны участникам на Кубанской ярмарке? Может, заключили какие-то контракты или какой-то опыт интересный приобрели? Несомненно. Опыт – это первая переговора с потребителями, это изучение публики. Далее на круглых столах также были приглашены заинтересованные организации. Соответственно, наши аграрии смогли проработать вопрос по дальнейшим поставкам на территорию края. К сожалению, на территории города такие направления, как садоводство, овощеводство, оно не более масштабно. Там данные участники более общались и предлагали свои методы ведения, и также перенимали опыт у других более успешных хозяйств, чтобы нарастить свои объемы. То есть такие вот результаты были достигнуты. Ну и, впрочем, крупные мероприятия сельскохозяйственного сектора сегодня принимает не только краевая столица. Так, буквально на прошлой неделе в Сочи прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Молочная отрасль России в условиях импортозамещения». Производители молока собираются на конференцию ежегодно с 1999 года. Потом был пятилетний перерыв, и вот сегодня снова в одном зале ученые, производители молочной промышленности, делегаты из всех ветвей власти. Запланированы выступления отраслевых союзов и ассоциаций практических специалистов, выставки, доклады и мастер-классы. Поддержали конференцию власти региона. Благодаря этому она включена в перечень программных мероприятий Минсельхоза России. Сегодня Кубань – это флагман по производству молока. Сегодня мы производим порядка 1,4 миллиона тонн молока. Наших производственных мастерстей хватает на переработку ежегодную порядка 2 миллионов тонн. Сегодня губернатор ставит перед нами задачу. Мы должны максимально загружить наши перерабатывающие мощности и максимально увеличить валовое производство молока. Сегодня перерабатывающие предприятия Кубани загружены всего на 48%. Цифры должны вырасти, в том числе благодаря выделенным средствам на поддержку животноводства в регионе. Это почти полтора миллиарда рублей. Никогда еще молочная промышленность России не сталкивалась с таким количеством вызовов, как сегодня, отметили на конференции. Здесь и усиление требований государства в части экологической и пищевой безопасности, и ожидание потребителей, и изменение принципов и подходов к производству, и сотрудничество со странами единого таможенного пространства. Санкции, введенные в 2014 году, они дали толчок к внутреннему развитию как молочного животноводства, к увеличению производства молока, так и производителям, переработчикам молока. Достаточно высокие темпы развития, особенно сыроделия. Очень интересные проекты развиваются в различных регионах Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае. Отрадно отметили на конференции, что местная продукция занимает все больше места на прилавках магазинов, да и сами потребители стали больше доверять отечественным товарам. Добавлю, что в программу конференции включен и дегустиционный смотр-конкурс. Ну вот губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев всякий раз подчеркивает, что на полках магазинов должны быть преимущественно товары местных производителей. Много ли у нас занимает, какой процент занимают местные товары в наших магазинах, где их можно приобрести и что можно конкретно приобрести, произведенное на Кубани и в Сочи здесь в городе? Несомненно, на территории Краснодарского края появляется все более и более кубанских производителей на полках. Соответственно, у нас проводятся также ярмарки выходного дня, на которых можно приобрести нашу продукцию. Такими примерами, как наши производители, это производство сыров, вот эта ферма, то есть производство варенья, джемов из наших супероплодовых культур, это выращивание форели, также переработка с этой продукцией, и цветоводство, пчеловодство, мед, орех, фундук. То есть и по сезону это хурма, фихуа. Мы все эти товары, естественно, видим на ярмарках, рынках города, и их становится все больше и больше с развитием, соответственно, данных направлений. Ну вот вы затронули тему ярмарок, как много их сегодня в Сочи, и на каких условиях сочинцы или производители, какие-то кубанские, могут встать за эти прилавки? На сегодняшний день предусмотрено у нас 8 площадок. Организатором является наше муниципальное бюджетное учреждение, сельскохозяйственный информационно-консультационный центр. Заявку можно подать туда, места для всех достаточно. Достаточно к организатору обращаются с пакетом документов, то есть он небольшой, то есть виды товаров, наименования, подтверждающие продукцию, справки о личном подсобном хозяйстве, либо о товаре. Соответственно, выходные дни у нас проводятся, с пятницы по воскресенье. Соответственно, они возьмели большой интерес, также местных жителей и курортных жителей, которые приезжают отдыхать и могут попробовать нашу продукцию. Далее у нас разрабатываются такие информационные афиши на постоянной основе, где перечисляются не только ярмарки, а еще и рынки, на которых предоставляются также гражданам, ведущим личным подсобное хозяйство, места для реализации своей продукции. Распространяются в сельские округа, там, где люди могут прочитать, выйти на организаторов ярмарок и уже принять участие в данных ярмарках. Ну, на этих же ярмарках нет места для перекупщиков. Как вы вот с ними боретесь? Соответственно, еженедельно у нас проходит мониторинг цен по городу Сочи специалистами учреждения, анализируется весь рынок и цены делаются на 10-20% ниже рыночных. Соответственно, перекупщикам невыгодно осуществлять торговлю на данных ярмарках, поэтому в основном фермеры, которые там с Кубани у нас большинство, то есть участвуют в связи с отсутствием своих производителей, которым мы стараемся создать более максимально комфортные условия для реализации продукции, чтобы было место подъезда и так как общественного транспорта, так и личного транспорта, на котором они доставляют свою продукцию. Вот вы назвали 8 точек, да, сегодня таких есть в городе. Хватает ли и, может быть, в планах есть расширение этой сети? Данная работа ведется на постоянной основе. К сожалению, в городе Сочи отсутствует много площадок для реализации. Но мы стараемся максимально подойти к вопросу, как только появляется такое место. Естественно, оно должно соответствовать определенным требованиям, как по санитарии, так и по доступности общественного транспорта. То есть нерентабельные ярмарки смысла устраивать нет. Поэтому как только появляется такое место, естественно, мы пытаемся организовать там ярмарку и развивать, соответственно, местных производителей. В Сочи преимущественно, в принципе, как и по всему краю, все-таки развивается садоводство. Поэтому вопрос содержания домашней живности является весьма актуальным для сочинцев. Вот недавно жители села Краевско-Армянского пожаловались на то, что один из их соседей буквально в промышленном масштабе начал разводить свиней рядом с жилыми домами, рядом с детскими площадками. Люди, конечно, против, да и закон на их стороне. Вот что грозит таким горе-фермерам? Соответственно, разработаны ветеринарные правила содержания животноводства. Они утверждены по крупнорогатому скоту Министерством сельского хозяйства Российской Федерации номер 551 от 13 декабря 2016 года. Это по свиньям, что хотелось сказать. То есть тут применяется система компартменизации. Что это имеется в виду? То есть предприятия с санитарным статусом ниже третьего компартмента, то есть на территории края, они запрещены. То есть это первое, второе. Это как раз то и говорится, что личное подсобное хозяйство, какие-то мелкие фермеры, то есть они, грубо говоря, не смогут выполнить те требования, которые предъявляются ветеринарно-санитарными правилами, за которые грозит ответственность отделам ветеринарно-санитарной инспекции, которые выносят постановления уже о привлечении к административной ответственности. Поэтому постоянная работа ведется по переводу на альтернативные виды животноводства. Как я уже говорил, это кролиководство, может быть, птицеводство. Это лучше, конечно, использовать садоводство и овощеводство. Наглядный пример, вот, допустим, как наша ферма «Экзарха» использует это все в одном комплексе. И козоводство, и садоводство, и овощеводство, и агротуризм. Вот это у фермеров получается на высоком уровне. То есть, соответственно, все памятки, они размещены на сайте Государственного управления ветеринарии Краснодарского края по содержанию, как, что и каждое животное должны быть идентифицированы и учтены в управлениях ветеринарии по Краснодарскому краю. Вот, поэтому для тех, кто все-таки решил связать свою область деятельности сельхозпроизводства с этим направлением, именно животноводство, то есть необходимо изначально изучить эти требования. Также нам нужно обратиться к нам в управление, управление ветеринарии по городу Сочи и ознакомиться на сайте со всей документацией. Ну и в завершении нашей программы хотелось бы услышать от вас совет для тех, кто только начинает, хочет начать заниматься сельским хозяйством в городе Сочи. Во-первых, насколько это выгодно, и во-вторых, с чего все-таки необходимо начать. Может быть, в городе есть какие-то муниципальные или краевые, или государственные программы, действуют именно для начинающих фермеров? Безусловно, надо начинать с подготовки, изучения нормативной документации. У нас существует программа поддержки. Это начинающие фермеры, краевая программа сейчас очень хорошая, где фермерам дают от полтора до трех миллионов начинающих на развитие начинающей фермы. Это в том числе идет и садоводство, и рыбоводство, и агротуризм, и овощеводство, и садоводство. Фермеры готовят комплект документов, в бизнес-план, обращаются в Минсельхоз Краснодарского края, и участвуют в конкурсе на получение данного гранта. У нас есть муниципальная программа, которая рассчитана на поддержку личных пособных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств в области сельхозпроизводства. Основное направление у нас по строительству теплиц идет. Это необходимо обращаться к нам в управление. Следующее направление с этого года очень удобно переделали именно как раз для фермеров. Льготное кредитование. Что оно подразумевает? Фермеры обращаются в банк. Банк рассматривает условия. Также можно в управление к нам прийти, проконсультироваться, на какие направления деятельности это можно взять. То есть есть краткосрочные, есть долгосрочные. Есть до года и от 2 до 5 лет. По сниженной процентной ставке по кредиту. Далее человек обращается в банк. Они рассматривают документы. Банк направляет документы в Минсельхоз Российской Федерации. Минсельхоз Российской Федерации рассматривает, утверждает документы и уже передает в банк для уже одобрения кредита данному хозсубъекту. Перечень направлений большой. Деньги и на этот год еще есть, и на следующий заложены. То есть в принципе, грубо говоря, сделали изменения в нашу программу, то есть в которой раньше мы давали процентную ставку, погашали по кредиту. Это когда человек уже брал кредит, и мы ему впоследствии возмещали часть процентной ставки. То сейчас он уже напрямую сразу берет и получает субсидированный кредит. Это очень удобно. И следующая программа – это поддержка малого бизнеса. у нас оказывает отдел малого бизнеса при Департаменте экономики и администрации города Сочи. Тоже по всей информации, это на начальном этапе развития, то есть на какое-то развитие, на приобретение основных фондов можно получить поддержку. То есть необходимо обращаться туда. Вот основные программы, при которых можно руководствоваться при начальной стадии бизнеса. Ну и, соответственно, в первую очередь необходимо выбрать направление, которое бы подходило. Как я уже сказал, не надо держать свиноводство и так далее, за которое впоследствии просто не даст никакого результата, люди будут штрафованы и не смогут выполнить те требования, которые предъявляются. Естественно, надо развивать у нас садоводство, овощеводство, супероплодовые культуры, рыбоводство, кролиководство, которые имеют перспективу дальнейшей деятельности и на их базе развивать агротуризм. То, что очень плодотворно влияет на развитие нашего города, как туристического, где событийный туризм у нас стоит на первом месте. Вячеслав Валерьевич, спасибо большое за очень интересный рассказ, за очень полные ответы. Надеемся, количество сельхозпроизводителей, людей, которые будут развивать этот бизнес, будет гораздо больше в городе Сочи. И, соответственно, на прилавках будет больше местных товаров. Спасибо большое. Я напоминаю, что гостью нашей студии сегодня был начальник управления сельского хозяйства, промышленности и продовольствия администрации города Сочи Вячеслав Ленин. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. До встречи в эфире.